Эта игра, ребят, по уровню, ну, как Сентаприа. Он не остановится! Нееет! Мудро, мудро. Они взяли Вивера на ФП, и все такие уверены, что это, типа, саппорт. Ну, потому что Вивер, как бы, саппорт, вроде все привыкли у Спирит. Но Вивер, это же всегда был один из лучших кэрри против Розора. Вот. Один из лучших кэрри против Розора всегда был. И они в итоге... Ну, Секрет тоже об этом не думали. Видишь, Секрет банили от кэрри. Они, как бы, были уверены, что это саппорт. И что Спиритом остался кэрри. Но Спирит в самый последний момент переиграли ситуацию, да? Так, Клокерк залетает неплохо. Стампид используется. Кентавр. Розор жмет БКБ. Кентавр умирает просто. Очень много дэмэджа Розор высосал. На самом деле это опасно. Он может сейчас подымажить неплохо. Дум гонится за Миппошкой. Миппошка вроде как умирает, но как будто бы не умирает. Каким, блядь, образом он не умирает? Не знаю, у него еще ровага есть. Он может развернуться. Ой, как же здесь залетать Торонто в Токио? Бывает дума. И Торонто показывает неудержимость, дорогие друзья. Просто показывает неудержимость. Фармит себе Дизоль. Интересный выбор на Эмбер Спирита. Ну, на самом деле нормальный. То есть он интересный, но это нормальный выбор. Ну, как сказать, я бы, наверное, все равно ничего лучше, чем БКБ Аганим Рефрешер вроде как на Эмбер Спирита просто не придумать. Но Дизоль это тоже ничего. Дэмэдж свистов очень серьезный там. Это дополнительный амплифай дэмэджа для Вивера в первую очередь. Которому эта минус броня не помешает, чтобы убивать героев. В лейте они усосали этим драфтом. Развор уже не то. ВР-ка не то. И вообще. И против дума 15 Ленгенсвер купили. Опа! Просто убили Сумаила. Сумаил, кстати, умер как-то невнятно. Да, он БКБ не нажал просто от Кентавра. Ну, откровенно говоря, слабая игра от Сумаила. Очень слабая. Он вообще не среагировал на Кентавра. Ну, должен был. На такое обязан реагировать. Кентавр замахивается станом 2 года. Просто. 2 года станом замахивается. Сумаил тупо АФК. Так, Ябзор залетает. Но Сумаила нет. Ультимейт от Дума не последовал в коллапса. Коллапс нажал стампит. И Ябзор пока уходит. Коллапс прыгает. Станет неплохо. Связка пошла. Двойная харча в лицо. Пупей! Пупей! А! Убирает Пупей. Не смог он уйти. И Ниша пытается бежать от всей этой бригады. Есть у него БКБ. Нажимает БКБ. Дум прыгает неплохо. Но в кого кидать Дум? Все! Все! Все в линкен сферах. Он все-таки смог прокинуть Дум в Ятору. Но его фрустафнули. Судя по всему просто сверху. И он просто ушел в этом Думе. И все. В итоге минус Дум. Минус БКБ на Розоре. Минус Ультимейт на Розоре. Минус БКБ на Думе. А у Спирит все живы. Да, здесь ГГ. Да, Сумаил так Блинка не купил. Это вот он зря. На коллапсы нападают неплохо. Вроде как подвязался Ниша. Но связка от Гримстрока. Плюс пошел. Стампид от Кентавра. Минус 2. Уже делают моментально. Спирита прыгает сюда. Эмбер Спирит начинает наваливать. И Ятора будет заканчивать, скорее всего, здесь мучение Сикретов. Прыгает Ятора дальше. Привязывает СС Айса. Убивает Розора. Убивает СС Айса. Ну, ГГ, наверное, можно написать на этом моменте. Прыг в него. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Просто убивает Нишу, но спасает Висп этого чемпиона. Только кто спасет Виспа теперь? Вот вопрос. Даже жалко Пупея. Бля, ему пизда. Какая мы проебали. Ну да. Так оно и было. В это время здесь просто убили ВР-ку. Пока там убивали Виспа. Это даже без Эмбер Спирита происходит. Ну, я не знаю, что Сикрет сидят в этой игре. Что они тут выжидают? Прыгает Дум. Дает Дум в Кентавра. Нормально Ниша. Подрубил. Все, два ульта. Вся херня. Пошел в атаку. Но, к сожалению, ебало его. Трещит. Трещит. Все. Я думаю, после этого точно ГГ напишут. Ну да. Это ГГ. Ну окей. Не, Спирит, конечно, бомбезный. Бомбезный. Невероятно крутые. И по драфту большие молодцы. И по игре огромные красавчики. На самом деле. Очень крутую игру показали. Как и всегда. И по драфту очень прикольно разыграли. Потому что, объективно говоря, вот этот вот мув их с тем, что они вивера взяли на ФП. А в конце его сделали кэри. А Тайт Хантер неожиданно. Неожиданно. Сделали пятерки вообще. Я думаю, для Сикрет это была очень удивительная история. Сикрет, я думаю, этого просто неожиданно. Но Титана Тройка это экстравагантно. То есть, в принципе, в этом нет ничего плохого. Как бы это может работать. Ну, в принципе. Теоретически. Класс показывает. Смотри. Лойся ставит. Это может работать. И Титан почему хорош против Марфа? Титан режет весь белый армор в мели. То есть, у Марфа будет ноль брони. Если Титан до него доберется. Когда саппорт Титан. Когда говорим о саппорт Титане. Шанс того, что саппорт Титана как-то будет добираться до Марфа, он не очень велик. Ну, Марф мобильный. Саппорт Титан слабенький. Марф там катается туда-сюда. И Титана этого, если он пойдет в мели куда-то, его просто убьют. Но, когда мы говорим про Тройку Титана, теоретически, он может выйти в слоты. Ну, и просто бить Марфа кулаком своим огромным. То есть, это может работать, конечно. Но, объективно говоря, если бы это прям всегда работало, это всегда бы и пикалось, да? И вообще, Титана Тройки, это герой такой. Редко увидишь его. Нечастый драфт. Не знаю, как СССР себя ощущает на нем. Я... Ой, Пупей! Они все под пивком. Я тебе отвечаю. Уже льется пиво. Льется. Пупей сидит, у него вот эта шапка с двумя стаканами пиван Депплы. Ну, знаете, такая шапка, куда две банки вставляются вот так. И у тебя такие трубочки в рот тебе. Вот. Мирослав тоже под пивом! Все, все, все под пивом. Все. Все под пиван Депплой. Мирослав, ты куда полез, блядь? Ты-то куда полез? Все под пивом. Все. Пивной геймплей. Да. И вот, знаете, можно с одной стороны сказать, сколько же время выигрывает Мирослав. Но разве это Мирослав выигрывает время? Или это просто пупейт доебался на него, пиздец? Он просто... Он его затригерил, эта макака. Он все время кликает на него, пытается говорить... Этому ассоциальству говорит... Духа, духа, пошли! Видеть хочу макаку сраную на дереве! Спирит и все. Кстати говоря, если что, если что, вот этот вот Торонто-Токио, он так в начале Инта сосал каждый матчап, и спирит выглядел как говно. А на самом-то деле, во многом вот проигранный мид, и все. И ты как говно выглядишь. Вражеский мидер ходит, убивает вас и так далее. Твой мидер пук-хрюк-пак с Йон-Диском, что-то там. И, как бы, вся команда выглядит как говно уже. А на самом деле, просто мид проебан, вот и все. И, как только Торонто начал мид не проебывать на Инте, так и дело пошло сразу у них. Первая карта за спиритами, но там игра была хорошая. Спирит уверенно выиграли, я бы так это сказал. Но игра была хорошая, красивая, интересная. Эта игра тоже была красивая и интересная. Понятно, последние минут 15-20, на самом деле, уже, ну, душнинка такая. Где спирит просто бились в конвульсиях, не хотели мириться с поражением, писать ГГ, но уже там не было шансов просто доигрывать игру. Пытались с Сикрет максимально аккуратно, поэтому долго получилось, затянулось. Ага, ребят, вот так вот. Пупей всех переиграл, это Ебзор, все-таки четверка Энигма и ICSS на Огре. Опа! Это точно с Мидасом, ребят, будет гражданин. Это гражданин Мидас, который будет качаться себе в 6 слотов на Огре. Бежит! Он бежит, ребят, у него что-то плейт! Блядь! Еееееееее! Опа! Хе-хе! Островили машину, автомобиль. Я, Бзор, бы хотел ультимат, наверное, дать, но понимают, что собьют сразу, конечно, ему. Если тут... И тут есть герой, который собьет, естественно, у инвокера торнадо. Ага, торнадо! Фу-пе, прямиком. Мирослав! Погибает... Нет, не погибает, по-моему, ой, кто погибает, так это Сумаил. Ебальник трещит, хотя нет, погоди, кто пиздел, он все еще жив. А, Мирослав умер. У коллапса проблемы его сдул. Сумаил. Ниша там за кем-то гоняется, он там уже ТП. Ну, слушайте, неплохой выход все-таки от Сикрет получил. Тебе Бладлаз бы в один прокачать? Ой! Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Ой. Ой-ёй-ёй. Ай-ёй-ёй-ёй. На колл! Блядь. А тут уже Ниша. Ультимейт от мипошки сейчас будет. Пока не дает. А вот и пока опять не дает. А, опять не дает. И опять не дает. И Тортот Токио получает броню. И Ниша получает в рот. Ниша до конца хуярится, иди сюда, блядь. Он прыгнул, он прыгнул на, 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 на таблир стоя. Ты задрот какой. Маленький. На. Ай. Сука. Загнали медведя. 18 уровень, вроде как, дэмэдж приличный. 666 урона. Сумайл прыгает вперед. Ай-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Привязали, завязали. Надо уходить. Баратрум! Блэкхолл! Тут же сбило дерево. Понятно, блядь. И нахуя ты нужен в этой игре объясни? Пояснишь, может быть? Наси пакт, блядь. Это приятно. О-о-о. О-о, пупей. Пупей, Малис. Пупей. Пупей. Да. Блядь. Сука. Жив. Еще жив. Нападают здесь Наси Сайса. Мистер 0 импакта. Но там низ, чтобы пытать что-то сделать. Но херово ему. Итак, обзор. Электри, эксотехник. Ай-яй-яй-яй. О-о-о. Сука, это... Фуркель Пайк. И что делать? Как жить-то в такой ситуации? Ладно, здесь Квапаша. Потно, потно играет. А. Погиб. Потно погиб. Пайсис Сайс. Тоже погиб. На избиение. Избиение. На третий. Просто спирит. Как там вот как раз кто-то говорил. Вытерут ноги. Вот примерно так оно и происходит. Блядь, братрон бежит, ребята. Он не остановится, я уверен. Он не остановится. Он не остановится. Нееет. Ббб. Он сбил его. Прямо под фонтаном. Авария произошла. Ой. Обзор уже... А, ГГ уже написали. Ну понятно. Да, ребят. Они не забанили братрума против мутанта из канализации. Вот так это называется примерно. Не, ну коллапс, да. Коллапс, конечно. Да вот, понимаете, в этом-то и прикол. Что на самом деле все такие, ну там Магнус, там Марс. А коллапс, вообще-то говоря, начинал свою, так сказать, карьеру с героев типа Слардара. Когда Слардар был на Уфлейне популярен. Вот. И для него герои типа братрума, на самом деле, это его тема. Потому что он как бы, у него такой плейстайл, знаете, он, ну, короче, ёбарь. Вот как есть Тамар Зе Факер, но на самом деле это коллапс Зе Факер, объективно говоря. То есть Тамар Зе Факер, это такая мини-версия коллапса, ещё молодая, ещё неопытная. Ещё у него ещё факелка не выросла. А у коллапса уже давно всё выросло там, короче, как надо. И вот у него как раз герои, которые разъёбывают, это его тема. Поэтому, честно говоря, братрум от коллапса, это страшная штука. Я уверен, что это ещё мы будем наблюдать. И, возможно, люди будут этого очень сильно бояться. По итогам. Я просто МС смотрю. Тысяча восемьсот тридцать два. Камера не успевает за ним, понимаете? За ним камера не успевает. Он быстрее камеры бежит. Алё. Тысяча хп было у Урса. Тысяча. Тысяча хп, если что. Он просто сбил ему. Это вообще забили. Да, а, там ещё XVL на него накинули. Да. Да. Да, ребята, да. Ну, там, мне кажется, дэмэдж овер хп. Хотя, наверное, будет написано. Если посмотреть. Тысяча сто... У нихрена себе! Тысяча сто один с урона! Калькулейтед. Один, 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 один. Я, кстати говоря, уверен, что это рекорд. Я уверен, что это рекорд урона в профессиональной игре от Баша Баратруба. Притом, один, 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 один именно. Ну, вообще, 1111 урона, это, конечно, да. Это, конечно, что-то интересненькое такое. Калькулейты. Субтитры сделал DimaTorzok